Поднимите руку вверх сначала, чтобы начать. Всё, вот рука. Медленно прицеливайтесь. Игра в виртуальный дартс. Забава для школьной перемены, причём как для взрослых, так и для детей. Ноу-хау недавно появилась в 41-й Владимирской школе. Этот номер школы, построенный ещё в советское время, носит уже 25 лет. До этого она была 20-й. С юбилеем поздравили выпускники. Среди них и спикер областного парламента Владимир Киселёв. Те годы запомнились и напряжённой учёбой, и школьными проделками. Большое количество разных таких детских мероприятий. В основном, конечно, это игры, это где-то небольшие хулиганства, наверное. И в окошко лазили, когда опаздывали, чтобы мимо пройти. Там сидел вахтёр. Раньше у нас, где сейчас музей, сидел вахтёр. Иногда опаздывали, залезали через окно. Сегодня в 41-й школе действует музей Героя Советского Союза Евгения Пичугина. 20-летний уроженец Владимир погиб в 1942 году, защищая небо над своей родиной. Сегодня старшеклассники проводят здесь экскурсии для младших классов. Кроме того, в школе действует кружок робототехники. А с 1 сентября здесь начали проводить уроки 3D-моделирования. На них ученики пользуются специальной 3D-ручкой, с помощью которой можно нарисовать и тут же взять в руки любое изображение. Таким способом, например, дети изучают геометрические фигуры. В разнообразии пластика множество. Рисует она пластиком, значит, пластик в неё заправляется. Затем кончик ручки расплавляет, делает его жидким. Он сразу же застывает. И потом мы просто это отдираем. Владимир Киселёв отметил необычные методы преподавания в 41-й школе. В планах показать ученикам ни много ни мало работу инновационного центра «Сколково». Пока с его руководством ведутся переговоры. Екатерина Гаврилова, Виталий Сергеев, Губерния 33.